Ребята, вы гении игры. Посмотрим. Кирилл правильно сказал, что против НЧ вначале неприятно и против Угна неприятно. Но если на темпе, понимаешь, гамбиты, если реально нападут, там одного свапнут, второго рор дадут, там паника, и Урса просто кого-то моментально съела. Ты можешь не успеть. Вот я играл против Урсы, я просто не успевал с Аэльс. Здесь именно важный момент, то, как Team Spirit поставит линии. Потому что если с Тимберсо придет НЧ, это будет окей. А кто со Сларком тогда будет? Придется Тинни ставить. Сларк, Тинни — это… Вот как они этот момент расконтролят? Мне кажется, что может быть просто тяжело. Хотя Тинни тоже, по идее, может засекюрить линию хоть как-то. Тимберу будет выпуливать крипов. Если Урса нападает, он может тоснуть. Ну, ладно, посмотрим. Урса, вот хоть мне он и не понравился как пик, но в реальности сейчас команда, я думаю, что еще просто не совсем распробовали всех персонажей. И там сказать, может быть, сложновато, какого героя было лучше. Ну, и я тоже не могу пока быстро сообразить, какой герой был бы лучше, чем Урс. Я бы никогда в жизни не сказала, что не Урса. Нет, просто Урса сейчас метовая. За счет айтемов, которые там с леса падают, и вот, в принципе, этот прыжок, то есть, ну, она просто метовая. Она сейчас почти что в каждом матчмейкинге есть. Она очень сильная, это правда. Основное преимущество в том, что у Гамбит понятно, во-первых, как они будут играть и как этот драфт между собой складывается. То есть там понятно, как Юнга бафает, кого бафает, зачем, что они делают, как они атакуют. Вот, в то время как драфт спирит больше построен на том, что вижу вражеского героя, контрпикуют, вижу вражеского героя, контрпикуют, и в целом между собой у них получилась какая-то каша. Ну да, концепта какого-то нет. То есть пугно, кого-то там астралит, Сларк туда не нальет урона, НЧА, допустим, не нальет. С кем там Тимбер взаимодействует, непонятно. Вот, то есть понятно, что Тимбер против Физы, понятно, что Сларк против там Бестмастера и Верны, вот, а между собой выглядит как-то слабенько. Давайте свои процентики на победу. 65 в пользу Гамбит. Это у Саши больше по процентам. Ну, а ты? А ты гуманитарий. Я гуманитарий, но, знаешь, когда я с Сашей всегда в студии сижу, тоже начинаю в процентах говорить. Ты исполняешься. Ну давай, а то у нас игра начинается уже, пора. Ну, пускай тоже будет 65 в сторону Гамбит. Мне кажется, у них попроще просто исполнить все это дело. Хорошо. Что ж, ребята, у нас начинается первая игра. Бест оф три Тим Спирит против Гамбит. Я передаю слово Тексасу и Лонигеру. Ну что ж, всем привет. У нас стартует матч и уже одна из команд буквально там через два-три часа будет на миноре. Быстро, быстро как-то все это проходит. Вроде смотришь, сначала квалы на мажор такие длительные. А тут раз, буквально пару матчей, и все, и на миноре. Да. Ну, на самом деле, две карты отделяют команды от минора. При этом по коэффициентам так вышло, что в этом матче фавориты это Гамбит. Но так-то Спирит играли лучше квалы на мажор. То есть Спирит были там в шаге. В одной карте даже были они от поездки в Лейпциг, когда против ВП играли. Но вот упав на Нави в матче реванша, ничего не смогли противопоставить. Ну, посмотрим. Я думаю, сейчас как-то подсоберутся, попробуют себя. Тут, в принципе, отмечали, что играют примерно похожим. Играют в своем стиле, играют теми персонажами, которыми комфортно. Так что я думаю, что не должно возникнуть проблем с тем, чтобы хотя бы навязать серьезную борьбу. Даже несмотря на то, что аналитики были за Гамбит. Ну да, там процентаж 65 на 35. Весьма точно получилось. И при этом совпали цифры. Ну, добавим процентиков за то, что у Спиритов тоже прематч. На что ты намекаешь? Ну, посмотрим. Мне на самом-то деле тоже по драфту больше нравится Гамбит. И на Гамбит без проблем прошли первый матч полуфинала против команды Hellraiser. Там было две карты до 30-й. При том, что у Спиритов все-таки возникли проблемы против команды джентльменов. Которые уже завтра сыграют матч против Hellraiser на вылет. И вот в битве за второй и последний слот на минор. Ну да, кстати, СНГ один из двух регионов, где два слота. Северная Америка и СНГ, если я все правильно помню. Остальные вынуждены довольствоваться одним. Ну, потому что в Европе и так три слота было уже на мажор. Как в целом в Китае, как и в Азии, в принципе. Так что справедливо. То есть те регионы, у которых три слота на мажор, они получают один плотный минор. Справедливость. Ну да, конечно, хотелось бы больше коллективов увидеть и на мажоре в том числе. Ну да ладно. Ну, чтоб 20, да так? 25. С одного желательно региона. Я понял. И на месяц в Буковиль, да? Ох. На всю зиму просто. Так заезжаешь, типа и все нормально. Так, тут в принципе стадия лейнинга. Что у нас по ней происходит такого любопытного? Пытаются избивать Гостика. Не самая очевидная затея. Все же под пассивкой мы понимаем, что пробить даже Урсе тяжело этого Тимберсоу будет. Посмотрим, как это будет уже ближе к мидгейму происходить. Опять же, с артефактами возможно и получится что-то сделать. Хотя все же очень уж много будет отъедать у своих оппонентов этот неприятный персонаж. Опа, полетел. Ну, так, чисто разминают, при этом убить все-таки слишком сложно. Будет здесь. Пока лвлов не хватает просто для того, чтобы что-то сделать. Там только тосик, даже нечем дальше поддизейблить. И в принципе урона пока у самого Гостика тоже, мы понимаем, не очень много. Но ты посмотри, линия прям полностью ровная. Там 10 на 9 крипов тут на топе. В это время начинают развлекаться друг с другом уже коллективы. Вышачило буквально партачек по ним нужно сделать, но успевает вроде как уйти. Ну, там уже дважды на грани смерти были герои на верхней линии у команды Гамбит. Не хватает ДПС, не хватает нам чутка до души додавить. Миша потерял своего оппонента из вида. Нича, конечно, герой быстрый, но пока не хватает все равно. Прощупывают друг друга, харасит, выбивают реген. Ну и в целом мы наблюдаем, что на центре тоже у нас невероятно плотное противостояние. 13 на 5 против 11 на 3. И здесь прям за каждого крепочка идет бойня, и никто кому пока уступать не хочет. Ну, это радует. Ну, на самом деле, да. У нас из тех хард, что я видел, практически все были в одну калитку или очень быстрые. И здесь хочется посмотреть уже на большое количество драк и равных драк при этом. Прогоняют здесь в очередной раз шерчло. Буквально пару точек еще нужно сделать. Ферзблат в это время одновременно делается на венге. Как же много курьеры мрут. Да, курьеры. После того, как курьеров стало в 5 раз больше, тут, конечно, сложно все законтролить. Плюс они такие медленные в начале, что прям хочется, хочется за ними давить, хочется их убивать. Снизу как раз, возможно, еще один фракт на курьере мы увидим. Там Тинни душит. Тинни добрал еще одну Куру. Приятно получилось для него. Уже три курьера умерла за 4 минуты матча. Ну, они при этом быстрее восстанавливаются, и дают за них не так много в начале. Так что, в принципе, пусть мрут. Вот так вот ты, да? Да, отчего. Я понял. Так, ну и в целом, пока что один фрак у нас всего был сделан. Центральная линия здесь любопытна, на самом деле, потому что Эрген, мне кажется, сможет на шестом уровне темпларки рассказать вообще, что на линии то стоять не очень нужно. Если быстрее этот шестой получит, и убить темпларка самого его тоже вряд ли как-то сможет, если только тот не подставится под несколько пси-блэйдов неприятных. Опять же, здесь Крепифай много будет решать. Ну и посмотрим. Пока видим, что на верхней линии ЛТВ уходит с Паунса подальше для того, чтобы успела Фласка подольше сработать, восстановила ему больше здоровья. Мы понимаем также, что, ну, как только шестой появится, возможно, оставит линию полностью для Энчантаса. Может быть, Лисочку идти пофармить. Там как раз будет седьмая минута, будет уже первые нейтральные артефакты выпадать. Да? Приятно. Там на топе попытка выхода небольшая вроде как. Даже пингует немного, что пора идти в атаку. Опа, полетела Урса. А прямиком в сторону Гостика сверху там Паунс пошел. И разминаю Дрима. Дрима тут добиться слишком сложно. Нечем. А вот на топе убить Шачло не проблема. При этом размен по Миши от Вампира. Баунти забирает все-таки здесь как раз Ки Миша. И выживает даже после тычек Вампира. Да, ну, конечно, очень неприятно этот Nature Tendence. Не всегда ты можешь рассчитать, сколько... Ой, тут прям не дотянулся лапкой до Шрайна немножко у Урса. Как обидно получилось. Добрали все-таки Медведя в собственных лесах. И возвращается на линию Гостик. Ну, а здесь ФНГ пока контролит Баунти Руну. Его пытаются тоже пробивать. Ну, конечно, Вериндес, когда деревья рядом наносят какой-то лютый урон. Видимо, что Эриндес здесь пытается прогнать тоже ГПК с линии. Уже шестой, кстати, получен. Аккуратнее нужно стоять. На самом деле здесь под любой выход можно будет эту темпларку, скорее всего, добирать. Как раз видим, что по этому поводу смещается на центр также Винтер Верна. Если что, можно будет подсейвить собственного мидера. Да он все-таки там чуть далеко. Там возле возвышенности. А вот вышел от инии. Есть Ост, неплохой. Есть Лайф Дрейн. Это минус. Просто в воздухе был. И сушен здесь ГПК. Есть там по Гостику. Выезжает Вингайщик. По Курьеру работает. Так, работает Урсуан. Астакивает Курьера. Тиммера. Кого бить лучше? Есть прыжок у нас пока от Дрима. Дальше Гостик. Еще один стан. Это минус. Гостик. Да, это фраг для Дрима. Долго его ковыряли, конечно. Но удалось-таки забрать. Барабанчики. Мершин на нижней линии там теперь будет экспица. Так, ну что. 5-1 пока для Спиритов. Очень неплохое начало. При этом по фарму у них все тоже неплохо. Разве что, наверное, выделяется у команды противника Фурса. Там 41 крип. Все невероятно круто. Ну посмотрим, что будет дальше. Опять же, седьмая минута не за горами. Тут борьба. Да. На хозяина Кабан напал. Вот он с ноги дал в челюсть. Тут Дрим как больно сужи. Вынужден уходить. Там Шрайн вроде как готовый к употреблению. Там уже дал Мершин краски в Инвизе. Да, да. Отпрыгивает Дрим подальше. Или такая классная анимация. Сальтуха такая. Кучу прыжков, кстати, добавили. С Понькой теперь с Аганимом. Энчантра спрыгает Турса. Снэпфайр тоже прыгает. Смотри, койфы немного у нас подкорректировались. Притом, что несмотря на раннюю доминацию небольшую от Тим Спирит, все еще у нас фавриты Гамбит. И не забываем, что под трансляцией есть баннер. Там бонус 100%. На пополнение счета юзайте, побеждайте. И не горите. Да, не гореть вообще важно. В любой ситуации тут выкидывают ФНГ пока куда подальше. И огромное количество урона взорвали буквально. Венчевол Спирит. Очень быстрый, очень неплохой фраг получился. Немного денег, но в принципе на такой минуте откуда этим деньгам еще взяться. Ну смотри, уже 2 копири фарма плюс за Тим Спирит. Ну урса, несмотря на то, что очень хорошо фармит, сейчас на линии против Тимберсо, который уже 6 уровня, который с чакрамами закидывает, стоять максимально некомфортно. И либо нужно смещаться действительно в лесочек каким-то образом, либо звать на помощь себе для того, чтобы Тимберсо как-то прогонять. Кстати, а что упало? Вот упали соты, и что еще упало по лесным? Пока я вроде ничего больше особо не замечал. Сота, кстати, штука полезная, слот не занимает. Пусть минусы супер большие дают бонусы, но опять же они навсегда у тебя остаются. Здесь урсу загнобили. ФНГ, кстати, тоже рискует отсюда не уйти. Не находит его пока гостя. Вот только сейчас на крипах есть замедление. Идет до конца. Подмога нужна на Automation, а тогда будет минус. При этом самый марш, получилась стан, есть по нему еще и продувочка. Неплока, и это минус. ФНГ разменялся уже неплохо в целом. Могло быть хуже. Могло быть просто минус 2 снизу. Тут за вампиром тоже выходили, но вроде бы тут сникался за Т2-вышку. Ну да, ушел в безопасную позицию, но зато у нас Enchantress в арт-град ставил на территории оппонента. Кстати, тут прям пытаются так нехило пробить гостика. Смотри, мстя пошла такая дрима. Тяжело, в соло тяжело. Там очень много зарядов реактив армора получается. И действительно, в соло, наверное, практически не пробить до появления первых серьезных артефактов. А урса мы видим четвертый по Нетворсу. Там уже Тимберсо пока проигрывает, и эти первые серьезные артефакты могут немного отложиться. Ну смотри, солидный подпуш-вышки по центру. В это время у нас бьют дрима. Ай-яй-яй, опять его поймали. Это будет минус по урсе. Прыжок пошел, но все-таки душа дальше. И... Ну, хватает. Так, нормально, там Тосик у нас не так много внес. Дэм, уже еще и были стейки. Подъезжает дальше у нас гостик. Но не особо удачно, слишком быстро, а урса. Не догнали. Если бы на хэйграунд сейчас залетел с чайна Тимберсо, скорее всего, получилось сделать фраг. А так, смотри, Миша как далеко заходит, вообще ничего не боится. Здесь Миша рядом тоже. Мимо прошли. Даже внимания не обращают друг на друга. Ну, медведи прям гоняют. Медведи прям гоняют, не дают ему возможности вообще на линии себя как-то чувствовать. Приходится то отходить, то просто ждать, то вообще вот на базу сейчас ушел. Как далеко и глубоко не. Тут прям между Т2 и Т3 на 10-й минуте по ванпостикам. Я так понимаю, что один к одному должен получиться, если здесь не собьют ничего. Нет, здесь все нормально получается. Но вот Шачлоп будут за это наказывать немного. При этом у нас спасает пока тиммейты ФНГ. И урса на месте. Еще один с два пошел. Окей, допустим, есть Туан. Миша больно. Миша страдает. Миша умирает. Пока у нас в ультимейте ЛТВ. Пытается убить и одного, и второго. Но, как мы видим, пока ему не хватает. А нет, нормально хватает. Все нормально. Как бы я ошибся. Падает у нас сейчас Шачлопа. Он пошел. Урса все-таки у нас понимает, что пора уходить из трепа. От темп ларки. Провожаю Дрива. Есть ТОС. Вот это передача классная была у ТМШ. Еще один фраг для команды Спирит. Слушай, ну темп, который сейчас Спирит навязывает своему оппоненту, очень высок. И действительно просто не успевает гамбит. Ну знаешь, вот у меня опять же вопрос. А почему коэффициенты были вот такие? То есть 1, там, 45 на 2,6. Ведь Спирит лучше играли на квалификациях к мажору. Ну, сложно сказать. Я думаю, букмекерские конторы какими-то своими тоже руководствуются. Пурман Шилд упал. Ну, отмечали у нас аналитики то, что все-таки Пурман Шилд это не самый эффективный Тир-1 артефакт. Как бы да, там, ностальгия, все дела. Но есть покруче. Ну и смотри, пока снесли Тир-1 на нижней линии, что теперь гамбитам намного сложнее будет выходить на ванпост. И теперь сложнее будет получать вот этот дополнительный экспириенс. Опять же, на верхней линии тоже пробивали достаточно серьезно вышку. Здесь мы видим пока ГПК под Т2. Пятый Курьер упал, по-моему. Курьеров вообще не щадят. А у него ультимейт кулдауни, кстати, минус пол КП. Неплохо сработали, Праймал Роу потрачен. Это минус, Килинг Сприва, ЛТВ. Вот так вот бесплатно убивают. Ну, слишком нагло он играл, слишком самонадеянно. Думал, что тиммейты подсевят, но нет. Два ультимейта были потрачены. Кулдауны, может быть, не суперогромные, но все же неприятно, наверное. Будет небольшой выход за ФНГ. У ФНГ, если что, есть свап. Езжай туда и машин нет. Нет, свап там не поможет, как и Колдом Рейс. Слишком много демерджа. Можно дальше, может гнать вампира. Буквально три импетуса, минус половина столба здоровья. Солидно. И Т2, кстати, такими темпами тоже здесь на этой линии может пасть достаточно быстро. Да, там Тиммер танкует. Сейчас еще там подойдет Миша. Миша подошел и говорит, я заберу, мне надо. Ну, почему бы и нет. Нет, Энча очень сильный персонаж. Опять же, переделали ее сильно, но она не стала как-то хуже от этого. И импетусы на седьмом уровне без кулдауна больно. И untouchable, пусть ее проще убить теперь на начальных уровнях, но в целом untouchable, конечно, работает. Даже против Урсы, мне кажется, здесь будет в какой-то момент иметь значение. Манга 3 падает тем временем для Гостика. Да, это второй предмет для коллектива Дайер. Не самый, может быть, как отмечали аналитики, приятный. Ну, так варковый здесь поставят, она хоть возвышенность. Да, да, видел я, кстати, что работает это дело с Рашпитом. Можно манговое дерево в Варшпите. Не знаю, кстати, пофиксили или нет уже. В верхней точке те самые. Ну да. Так, ну и смотри, что у нас здесь? Я помню, был матч, где поставить краски в этой точке, там чуть выше, дерево манговое, там просто вот усыпано манга, там на клифах, там чуть ниже, и просто их не собирали, просто как Вижн стояло. Ну смотри, 7000 преимуществ для Спиритов на 14-й минуте. Вообще, значения такие достаточно серьезные. Мы видим, что топ-3 на Творса тоже за ними. Темпларка пока вынуждена довольствоваться четвертым местом, но там уже начальные артефакты тоже у Темпларки появляются. Проблема по Урсе, потому что все-таки Урса играет на темп, а у нее Нетворс пятый аж. Это прям совсем не радует, при том, что у нас все-таки еще вот пугна, которая против Урсы работает круто в плане того, что ты можешь подсейвить тиммейта и либо саму Урсу откинуть в Астрал, и все, как бы Урса не боеспособна. Ну, кстати, в теории ты можешь также сейвить людей в Винтерскерсе. Ну да, про это говорили аналитики, что как раз ты подсейв в лице пугны неплохой против Виверны. То есть, да, тебя по факту не бьет здесь практически ничего. Магического урона не очень много, с руки тебя бить не могут, но у него есть ультимейт, вряд ли его здесь заберут. Только если каким-то образом не получится среагировать на врыв Бистмастера, но у Бистмастера никаких артов на инициативу нет, поэтому, в принципе, не должен там играть. У нас гостик немножко душит вампира. Вампира приземлился, но не особо удачно, есть от него ультимативная, ну и Мершину нужно тосать. И его нужно насыпать, опа, лови подачу, и отдыхай. Ну, здесь все грамотно, Мершин сделал, не подошел под этот ультимейт, аккуратненько, да, филигранно. Идет, и Мершин на расстоянии, там, не знаю, 500 РНЖ такой, о, дай я тебя ударю. А что это, да? Дай я тебя ударю, типа. Так, ну смотри, а здесь выход в самоках, пока, судя по всему, просто на ванпост. Контроль. Успеют ли, понимают, что здесь страшно, ничего же не видно, непонятно, где противник, чем он занимается. Там чутка провартили, и все, прогоняют, говорят, уходите, вам уже здесь как бы не рады, насыпали там в сторону ФНГ Эвеланджа, провожают дальше, есть там вот Кентавр, отличный, Вейл пошел, ну, Вейл тут в принципе не особо-то и нужен, развалился ФНГ. Семнадцатый фраг для команды Спирит, и пока, как-то знаешь, простенько. Ну, сейчас еще по опыту увеличили свое преимущество. Драгонскейл. Драгонскейл, да, полезная штука. Да, опять же, ну, к кому? Ну, на переднюю линию кому-то, на самом деле, можно, там хапориген, там броня дополнительная, плюс атаки, которые поджигают. На самом деле, тут и Урсия можно, с учетом того, что она быстро бьет, да, и Темпларки там при дополнительном уроне почему бы и нет. Причем артефакт, на мой взгляд, очень приятный. И по вышкам, самое главное, эта штука работает. Там на топе у нас Ванпост, вроде как Уса отжимает, но туда подъезжает Гостика, Ванпост забрали, окей, на месте Чививерна, Уса, прыжок, так, Клэпл неплохо, Гостика наваливает, но, блин, он слишком плотный, и у него чейн, как бы. Подходит Миша, один импетус выписывает Дриму, и тому уже не хочется идти дальше. Там Венга на месте, сейчас свап возможен, там, в сторону вышки, но вот два тиммейта снизу, и хватили дэмэнжа, все-таки там слишком плотный герой, еще и там подхил, есть врыв неплохой с Тосика, и Винтерскеор сконтрит эту атаку от Спирит, и битые герои команды Гамбит отступают на лечение. Ну, кстати, как-то странно немножко получилось, выкидывал от своих тиммейтов сейчас Урса-оппонента. В Амперфанкс, здесь, кстати, круто, можно лечиться дополнительно еще с ультимейта той же Пугни, можно отдать Сларку, чтобы тот отжирался, тоже артефакт клевый. Еще и рецепт упал. Немножко его понерфили, в плане того, что меньше дает отхила от скиллов теперь в Амперфанкс, но все те же. Смотри, кстати, Мека готова уже для Тимберсу, и, знаешь, я вот вспоминаю слова Гостик по поводу того, когда команда ТОП-16 взяла на мажоре по поводу выбора артефактов, но речь была о том, что сейчас вот почти все хардбейнеры покупают себе грифсы, когда была там претензия по поводу того, что там Blink, не Blink, RPF пятерых. Да, это интервью я тоже видел, тут ситуативно, на мой взгляд, каждый раз, и в принципе, профессиональные игроки знают, я думаю, когда чего. Грифсы будут готовы, и, ну, пуш хороший у команды Спирит, мы, как бы, видим то, что только две вышки внешних осталось до, точнее, не до, а на 17-й минуте, и вероятно, что их подпушат уже скоро, и, как бы, для захода на хайграунд, там, Мека на 20, там, ну, 20 плюс минуте, это прям очень хорошо. Ну, пока планомерно, по всем фронтам поджимает своего оппонента Тим Спирит, не дает возможности фармить леса, не дает возможности грамотно на линии выходить, то есть ты вроде куда-то вышел, и тебя там уже ждет оппонент, и почти любой оппонент страшен. Смотри, там натопил, прям в соло, Тимир пушит, его вообще никто не погоняет, никак ему не мешают пушить, и все, как бы, минус вышка. Ну, не хватает внимания, внимания, пока на все не хватает. Тебе хочется и пойти посплитить куда-то, а ты выходишь, там видишь инчу. Ну, против инчи, что ты будешь делать? Она тебе ремпетусов кинула, на Интертендент подключила себе, ну, и сражайся со мной дальше. Там яблочко упало. Яблочко, кстати, очень сильный артефакт. Ну, да. 26 статов, это прям для второго тира очень сильно. Опа, ЛТВ опять нашли. Ну, Праймал Эрор опять можно будет тратить еще. А нет, смотри, тут Естан, нет, нет, даже Праймал Эрор залетает. Ну, окей, опять же, убили его при помощи двух ультимейтов и вылазки вот вчетвером. Хотя, знаешь, не так уж и много и насыпало за него 350 голды всего-то. А там много игроков участвовало в этом убийстве, поэтому должны были за Ситан и получать. Тут приняли и убили ФНГ. Ну, отомстили немного за ЛТВ. А в это время у нас выезжает Готик за Дримом. Дрим уже отступает к себе на базу. Ну, и падает последняя внешняя вышка. Дальше, ну, Рошаныча. И КГ. Ну, вроде неплохой момент. Сделали хороший фраг, забрали нижний аванпост, но при этом потеряли последнее внешнее оборонительное сооружение. Встанет сейчас уже Сларк. Можно будет как раз успеть по таймингу выйти, забрать аванпост, который только что отжали Гамбит. А после этого, например, получив дополнительный бонус по XP, переместиться на Рошана, там, как-то повардить его, забрать. Ну, да. Посмотрим, какой выберут для себя план действий Спирит. Видим, что сюда уже перемещается Сларк для того, чтобы пытаться за аванпост подраться. Знаешь, я вот часто видел такой подхайп во время квалификации на Мажор, чтобы там матчи были 70 плюс минут. Но как-то не получается. Как-то побыстрее катают. Ни одного вообще, ни одного еще не видел. То, это я одобряю по коэффициентам. В это время намечается файт. У нас там разбивать лицо вампиру. Въезжай, Тиммер, если импедутся финальный последний. Древа тут тоже возьмут. Бласт, до свидания. Минус два героя у Гамбит. Ну и да, коэффициента уже 2,2 на 1,62 от париматча. Не забывайте использовать баннер в описании на получение бонуса при пополнении. Несмотря на ситуацию на карте, верят все-таки букмекеры в Гамбит. 2,2 не такой, не так много. Это не на карту, а на серию, наверное, все-таки. А, кстати, тогда возможно, да. Возможно. Я вот упустил. Мне кажется, это на серию все-таки будет. Слушай, 20-ая минута, и уже начинает падать достаточно быстро хайграунд у Гамбит. Ну, я про это говорил, что вот будет мег, а гривцы готовы, точнее, ну не мег, а гривцы готовы уже, и просто бластами заспамил, там толстый Тиммер зашел и поломали все. Минус мид. Ой, тут еще и ГПК находят. ГПК не знает, где он находится. Там, видимо, на краешке как раз Вижены сидит от ванпоста. Да ладно. Кстати, Сларк себе решил купить Блиндаггер. Решил себе мобильность добавить немного. Опа, свап, поймали Гостика, но он слишком плотный, хотя, смотри, не дотянулся, и его тут поломали. Ну, через два ультимейта удается забирать любого персонажа. Другое дело, что ты их тратишь, а дальше что делать? Они не допушили мид. Ну, пока слишком это сложно все-таки. Ну, они могли бы спушить оба барак рейнджовой, но они этого не сделали. Как бы вопрос, почему? Ну, потому что они и так потеряли на развороте Тиммера, так бы, может, еще кого-то зацепили. Пока Тиммер у нас в таверне, решили убить Рошана. А там есть Дизоль, и Тиммер даже выкупается. Рошана не хочется отдавать. Рошана — это хорошая возможность камбэкнуть для Гамбит. Есть такое дело. Кстати, артефакт вот отдали у нас и... Да, инча ее нормально. Там и дерево грейженое, и яблоко. Там статов просто невероятное количество. Уинчи сейчас как ее пробивать, вообще непонятно. То есть, если ты на нее не будешь тратить как раз всякие винтерские арсеры оры, то пробить инчу будет очень тяжело. Да, там 5700 на Творц, то есть на уровне с хардовиками идет он. Так, здесь Шачло, Даггер Аут. Не нашли его пока что. В поисках Паунс еще один нужен, но Шачло успевает уйти с телепорта. Паунс не так быстро кодешится. Ну что, байбэк от Тимбера. В принципе, по большому счету, не думаю, что очень он важен на данный момент. Ну да, как бы там вставят все т1 вышки, и убьют его после байбэка не беда. Хотя убить его дважды все-таки будет сложно. Ну в смысле, убить его еще раз. Ну да, если он один не останется и не свапнут быстренько, вся команда будет рядом, то непросто будет с Тимбером справиться. Пока на нижней линии находит для себя какой-то фарм Гамбиты, получается урсы каких-то крипов заиметь. В лесах обитает темпларочка. Ну а оппонент в это время разбирается со святыней. Ну и святыню забрали. Еще меньше мап-контроля, доступного для Гамбит. Еще меньше для них возможностей где-то фармить. И все больше и больше они будут в зажатанных граунде. Ну это логично. В общем-то то, что у вас упали уже все вышки. Упал даже т3 вышка. Одна. А оппонента все товора стоят. И в такой ситуации не совсем понятно, как с нынешней ситуацией по вот этим аванпостам и лесу камбэкать. Потому что противник вычищает лес, ты с него не получаешь дополнительных артефактов. Тебе очень сложно выйти на аванпосты. Противнику в свою очередь наоборот туда телепортироваться вообще без проблем. И ты будешь все больше и больше проседать. Нужны какие-то более агрессивные действия. А как эти агрессивные действия воспроизвести, когда оппонент так силен, не совсем понятно. Там вроде как передумал у нас все-таки Сларк. С блинком он тебе шебе купил. Решил, что не стоит все-таки с блинком здесь играть. Да, и чтобы потом будет эффективен в плане грейда. О, плюс лук. Да, лук приятный. И НЧ как раз какой-нибудь можно его попробовать отдать. Ну тут как бы порядок немного. Не, в принципе, в принципе, почему бы и Пугни не отдать. Там магическое сопротивление, магический урон увеличивает по цели. То есть ты даешь тычку, начинаешь раскастовывать весь свой магический урон. Тоже круто получается. Пока смог вылазки, там можно найти еще один фраг на Коре. Но все-таки Пугна вовремя повернул в сторону нижней части карты. И его там не задетектят. Но попытаются выйти на топ там два героя у команды Spirit. При этом у нас Миша просто в соло демонтирует шрайн. Почему бы и нет? И у нас, похоже, в липтине. Винкаут. А, и Винкаутратил. И врыв по нему. Да, пошел. Есть свапчик, станчик. У Праймал Эрор даже залетает. Ну, возможно, стоило Эрор не тратить. Все-таки был станут Финги. Там уже как бы его бы хватило по Тингу, скорее всего. Ну да ладно. Дримка стоит телепорт. Дрима тут никак не застопить. Не хватает там Юла какого-нибудь для Тиммера или Пугны. Ну и Башарок покупает Урса себе уже. Ну и помимо этого еще БКБ для Темпларочки. Так что в целом будут готовы оборонять собственных игр. Красный артефакт выбирает гостю Калибарда. Что против Урсы, что против Темпларки. Прям отлично смотрится. Ну и посмотрим. Готовы ли Спирит заходить на хайграунд, не взяв до этого Рошана? Вот тут, конечно, вопрос. Потому что пока им этого не дают сделать. То есть один раз вынужден был байбэкнуться Тиммерсо. Сейчас наказали одного персонажа. Опять мы видим, в смоках Гамбит находится. Не хотят давать возможности в пятером собраться Спиритом для того, чтобы Рошана забрать. Опять же, если сейчас какой-то хороший пик-офф, то Гамбиты сами могут с минус армором от Темпларки пойти и забрать. Выход пошел у нас в сторону Аланпоста. И вот теперь в это время Гвозька. Как же ему больно. Это же Тиммер. Как же он страдает. Но вот Винтерскерс. Не хватило по нему ДПС. С Ларкой решил там разоклупануть. Проверить плотность. Есть паунд за ФНГ. ФНГ у нас пока находится в Астралии. Ну и видите, сейчас он будет находиться в таверне. Это фраг для команды Спирит. Снизу же, точнее, дальше же у нас добивает очей Вампира. Чуть пониже. И это минус два с Упортал команды Гамбит. Вот теперь можно пойти проверить наличие байбеков. Удостовериться, что их нет. И доломать сторону, например. Или забрать Рошана. В принципе, посмотрим, что выберут Спирит. Пока мы видим, что стягиваются ближе к центральной линии. Возможно, как раз будут добирать Бараки по центру. Скан пошел снизу, чтобы баунти подконтрить. Но за баунти уже подъехал у нас Сларкевич. Чтобы оппоненту не отдавать лишнее золото. При этом у нас три... Не, четыре героя все-таки заходят по верхней линии. Хотя, точнее, они все-таки подвели крипов под вышку. И заходят по центральной линии. И вот сейчас еще упал у нас Гемчик, вот тот самый лесной. Ну, тут не сказать, что супер-необходимый артефакт. Хотя Сларк, если как-то зацепить и найти, посмотреть... Урс, по-моему, забрал, да. А, да-да. Так, здесь очень быстрый фраг один. Быстренько разобрали еще и Инчу. Убили также. Слушай, тут вообще качественно защитили свой хайграунд. Ну, остатки своего хайграунда. Гамбит. Потеряли один барак. Милишный все еще стоит. Это самое главное. Ну, как бы на самом деле проблемы. Мы наблюдаем уже раз за разом у команды Спирит, чтобы подпушить хотя бы одну линию. Что-то идет не так. Возможно, нужно, чтобы были все пять героев во время пуша. Ну, вот пока не получается такого. Слушай, и теперь либо Спирит будут выкупаться, либо это сейчас будет Рошан для Габит. Ну, там слишком много минус армора. Выкупается Инчантра с... Рошан подает быстро. То есть, либо еще байбеки, либо отдавать. Или как? Сларк подошел. Окей, Сва пошел. Хотя, смотри, тут справляются даже потихоньку, по чуть-чуть. Рошан упал, посадил для Дрима. И едет дальше в бой у нас Гостик. Вообще ничего не боится. Хотя, возможно, это ошибка от него. И да, как бы это ошибка. Куда ты полез? Это был путь, как банк. Очень-очень долго Гостика пилят. Но в итоге успевают его забрать. Отличный Винтерскерсон на подсейв. И спокойно просто отойдут Гамбит. По итогу забайтились немножко Тим Спирит. Начали бить героев. Не прочекали, что там происходит с Рошаном. Спокойно Урса добрал Рошана. Прочекали, там был Чекрам в Аршпите. Но не видели. Потом пошли дальше. Вместо того, чтобы посмотреть, что... И ГПК подключает БКБ. Начал настреливать по Иммершин. Но пробить его не получается там... Неуязвимость. Ай-яй-яй! К тому клепнул. Кентавр лесной прямиком в Турнелл ТВ. Это было неприятно. Еще он убирает ваш и баш в лицо. Как же больно! Это фиаско какое-то. Команды Спирит, они сливают очень много. Они вели тренажку, по-моему, до файта. Уже за ними 8 капли. Там у нас, да, Айгис выбили из Дрима. Но, тем не менее, на Фиделя они слишком много. Еще и Иммершин умрет. Да, Иммершин тоже отсюда никуда не уйдет. А там еще после байбеков некоторые люди, возможно. Там, кстати, любопытная ситуация произошла в драке. Одним из скиллов, судя по всему, Сларк добил крипа. И ему выпал шлем Андайнга. И он, так как умирал в этот момент, он, по-моему, этот шлем отдал команде противника. Если я все правильно понял. Надо посмотреть сейчас, у кого из Гамбита или Спирит этот шлем имеется. Да, смотри, у Винтера Виверны шлем в итоге. А выбили его этим Спирит. То есть это, во-первых, сам по себе артефакт мощный. А во-вторых, так это еще и просто своровали. И будут 4 теперь артефакта. Ну как своровали? Он лежал бесхозно. О, Крэйкот. Кстати, тоже неплохо. Можно выдать Бестмастеру, чтобы тот жил невероятно долго. Можно. Дополнительная броня. Лишней не бывает. Ну и теперь, на самом деле, когда есть вот этот шлем Андайнга у Гамбит, им вообще не то, что руки развязаны, но им намного проще. Потому что Виверна в любом случае сможет выдать свой ультимейт. И это очень-очень важно. Титан Сливер, тем временем, для Урсы тоже штука полезная. И статус резистанс повышает, и урона базового побольше. В общем, все круто для Урсы теперь. И вот преимущество большого, казалось бы, там 14 тысяч, остается буквально 5 у команды Спирит. Ну да, слили просто... Бездарно. Я вот думал подобрать слово как-то. Да нет, но где-то... Ну в смысле нет, смотри. То есть они идут пушить, и Сларк в это время находится снизу. И умирает Тиммер в прошлый раз. В этот раз умирают трое. Выкупается Энчантрас, Тиммер такой, как бы, я поехал в четверых. Ну где-то, может быть, низ коммуникацион произошел. Смотри, тут пока команда Гамбит на топе решили в наглую пойти забрать Бараки. Ну тяжело. Тут просто... Тут бить-то особо нечем Бараки. Сларк особо не бьет. Энчантрас с Тиммером тоже. То есть либо должен подходить пуганно и периодически закидывать властами, либо должен каким-то образом через Тосики и все остальное бить Тинни. Но Тинни... У него тоже предметов не очень много и не хочется ему подходить особо. В плане того, что либо подходит там, допустим, Тиммер, да, он плотный, но его свопает Винга по Т4 вышку. А когда команда идет цейвить, ультимейт Виверн залетает. И такой, а как? А как тут справиться? О, кстати, репер-кит выпал. Да спирит. Возможно, им скоро понадобится. Ну да. Возможно, скоро будет необходимость что-то ремонтировать. Знаешь, я помню, года два, три назад были эти рофлы, что вот, как бы, нужны строители там, строить башни. Такой, как бы, Велф такие, ок. Да, да. На. Знаешь, я не удивлюсь, если когда-то Велф выпустят какой-то еще патч, ну, добавят еще шмоток и будет, ну, вышка. То есть ты берешь, что есть на место. Так, оп, поставил новую. Плокет-вышка? Ну да, как бы такой. Ну, в ту же точку, знаешь. То есть не так, чтобы обузный там в лесу поставил вышку. А вот в ту же точку, новую. Хоп, и все. Чем, черт не шутится, возможно, и доживем мы до этого. Пока Инчу аннигилировали, Гостик живет, понятное дело, подольше. Но пытаются его здесь прогрызать. Есть ультимейт, Гостик. Давай, тянись. Там елка. А, и сломали елку. Ну да ладно, пока он слишком плотный. Его, ой, промазал. Его убить не смогли. Поймали ЛТВ. Баш и баш. ЛТВ уходит в инвиз. Есть Клэпчик от Рима. И поступает в Блэкин Барри. Выезжает дальше в погоне Гостик. Есть у него Чикрам, но не самый удачный. И получает, что баш и Клэп от Рима. Это минус. Ну и падает он с байбэком. Лайф-трейн небольшой в вампира. Но это никак ему там не навредило. В это же время он справляет ЛТВ. Его видно вроде как было. Да, есть Паунс. За ним дальше выезжает Рим. Урсал очень быстрый. И там еще и Трэпа в лесу стоит. Да ладно, как так вышло. Что именно в своей точке была Трэпа. Паунса Сларка. Но ЛТВ там пытается додушить. И додушили фраг для GPK. Ну все, как бы это камбэк. А там как раз только что в этот момент ставило Трэпу. Там Пларка понимает, куда примерно должен подходить Сларк. Ну и действительно, теперь уже спиритом нужно с позиции обороны каким-то образом играть. А чем им обороняться-то? Понятное дело, что есть чем отбрасываться. Но тут очень большой урон у Тэмпларки уже. Тут Урса становится все более и более страшно. Стан Сливер также для спиритов падает. И под вот этими ультимейтами Винтерске Орс, Праймал Роор сражаться невероятно тяжело. И грамотно их используют Гамбиты сейчас. И сами уже пушат противника. Ударова. Тут, да, очень быстрый фраг должен состояться. Ну знаешь, учитывая то, что новые некрачи, опа, Миша, привет. Тимбер тпшится. А ты уверен, Тимбер? Ну как бы тут. Тватим это в таверне, а ты сейчас один предел. Ну ладно, допустим. Увыезжает бой. Какая бой! Просто за одну тычку. Смотри, Аллибард заканчивается. Тебе, понимаешь, пора уже уезжать. Там подспили как Эргона, да. Ис-па-нем ультимативная. Фнг на месте. Байбэк ушел от тень. Татьи не дать или порт прибегом на святыню. Но он не успеет, видимо, до... Да, не успел вам все-таки. До смерти пугны. Ну, и Мэшн тут тоже умрет после байбэка. Как же они играют? Я не знаю, сливают. Они вот сейчас идут, телепортируются по одному, аккуратненько, так, чтобы одного успели забрать, следующий подъехал. Потом я на месте. Здесь, возможно, какой-то, может быть, тильт небольшой, действительно, для Team Spirit. Из-за того, чтобы мид не допушили тогда? Ну, что-то пошло не так. Два раза они на хайграунде ошиблись, или их ошибли. Ну, как ошиблись? Ну, они не все шли. То есть, они как-то стояли как-то слишком небезопасно под Вингу и Виверну. Ну, в общем, сейчас уже разносят лица противника очень серьезно и Урса, и, в первую очередь, Темпларка. Знаешь, дружки точно, наши аналитики дали прогноз 65%. Вот они рабочие. Да-да-да. Коэффициенты поднялись, 2-2, хоп, залил. И нормально, приятно. Можно нам, пожалуйста, посмотреть количество денег у героев? Было бы замечательно это увидеть. Нетворсы, Нетворсы я имел в виду. Уточняй. Ну, вот смотри, там уже 6 тысяч. 6 тысяч. Это целый один большой классный лайтовый артефакт для Темпларки в плюс. Как на Лифайр, например. Ну, Лифайр вообще это просто забей. Можно выходить. Ну, не то, что выходить из игры, но очень тяжело будет. Я понял. Отличная аналитика, спасибо. Ну, вот смотри. Опа, здорово. Подошел. Сейчас на него станчик такой, станчик сякой. Здравствуй и до свидания. И без байбека на 85 секунд. И спокойно сейчас. Вряд ли, я надеюсь, что вряд ли, Спирит захотят дефить свою оставшуюся вышку на топе. Здесь спокойно я должен забирать гамбиты. На центре крипы тоже неподалеку. На центр тоже можно сместиться. Забрать еще одну-то два. Там, тем временем, у Темпларка уже 25-й и башмелт зашел. Сейчас кому-то будет больно. Ну, знаешь, все-таки... Сейчас всем будет больно. Много получается контроль такого. То есть башу Урсы, который работает частенько. Вот баш есть у Джипикея, стан Винге, Праймал Рор, Винтерске Орс. Два ультимета работы сквозь Блэкин Бары. Которых, в принципе, я там и не собираю. Нормально. Нормально подставил так неприятно. Гостик в итоге уезжает на хайграунд живой. Ну да. Спасибо, что живой, в принципе. 30 секунд еще есть у Спирита для того, чтобы отзащищаться нормально. Там, в принципе, крипы... Знаешь, смотри, такая... Вереница курьеров. Да, полет. Эскадрилья такая. Полетели. Вылетело. Знаешь, я видел еще, как только патч вышел, гифки, когда вот курьерки пролетают мимо, и так просто десант не крочит. Здорово. Если мы увидим какие-то супердлинные игры, возможно, и до этого дойдет. Я потому, что пока вот сколько играл и смотрел, ни разу больше 70 минут игры еще не наблюдал пока. Ни разу. То есть ровно 70? 69-48. Вот максимум, что я видел. Неплохо. Как точно. Так, ну что? Тут пала смертью храбрых вышка. Последняя, кстати, внешняя. Да-да-да. Две катапульты. Было время, когда было минус 7 вышек у команды Гамбит, и минус 0 у сперед. Ну, буквально минут 15. Да, как бы недавно. Оказалось бы, знаешь, уже год назад. Алды помнит. Ну да. Так, ну и что? 9000 преимущества уже для ребят из Гамбит. Они могут форсировать ситуацию и попробовать зайти на хэгграунд, но там могут чуть более сейвово сыграть, дождаться Рошана, который с секунды на секунду буквально появляется. Там уже совсем почти быстрый желтый таймер должен закончиться. Осталось совсем чуть-чуть. Шачло видит ЛТВ. Получает диффуза. Так, открывается тени. Есть форстаф, пацей. Еще парочка легкого ЛТВ пошла. Есть Виттерский Орс. Опа, здорово, ЛТВ. Ну, опять же, баш, баш, баш. И отдыхаем. Нет, все-таки успевает у нас Ларк поцейвиться. Есть свап от ФНГ. Шачло у нас получает кодом рейс. Проблема у ФНГ. У ФНГ там есть поцейв в лице Дрима. Дрим врывается с клэба. На хайграунд. Мишу бьют. Миша больно. Миша получает баш и баш. Но пока есть поцейв с как раз-таки Астрала. Блокенбарг ушел у нас от Дрима. И Дрим все-таки заканчивает здесь с Мишей. Но нет, не так быстро. Пугна опять спасает. Нужно как-то вот справляться с этим парнем, который постоянно цевит. Но мы уже видим то, что два героя у команды спид погибло. И погибает третий, четвертый. Ну и пятый где-то там снизу. Сейчас тоже будет, видимо, отлетать. Гвоздик минус. Пугна там насасывал, конечно, в сторону вампира. Но это никак не помогает. Потому что минус пять в ноль. И ливает ЛДВ. Вот так. Как-то так. Аналитики. Продолжение следует.